Привет всем! Я некоторое время не появлялась со своими новыми видео, я извиняюсь, потому что, во-первых, у меня гостили мои внучки, приезжали ко мне в гости на неделю, и потом я садилась на 10-дневную диету, благополучно вышла из нее, и хочу сегодня поделиться с вами своим взглядом, в принципе, на диеты, хорошо это или плохо. И нужно ли прибегать к диетам? Поскольку я уже в своих предыдущих видео говорила, что у меня медицинское образование, и я работаю в этой сфере более 30 лет, у меня сложились какие-то свои собственные мнения и своя точка зрения на те или иные вопросы о здоровом образе человека. Ну, в частности, у диета, как я и обещала. В принципе, к диетам я отношусь негативно, потому что такое количество диет, такое количество людей, которые пропагандируют эти диеты, начиная от людей, которые имеют медицинское образование, и кончая просто любителями, которые испробовали что-то на себе и решили, что это панацея, и рекомендуют ее другим людям. Я бы советовала людям, которые хотят подвергнуть стрессу свой организм за счет каких-то диет, обратиться сначала к специалисту. Ведь когда человек садится на диету и принимает решение подвергнуть свой организм стрессу, он надеется, что после этого у него улучшится здоровье, он потеряет вес, и работа каких-то органов, которые не очень хорошо служат этому человеку, наладится и придет в норму. Но это не всегда так, потому что диета в диете рознь. Ну вот, например, мнение о том, что белковая диета, она не вредна для организма, и человек, который садится на белковую диету, он оздоровляется. Я считаю, что это в корне совершенно не так и совершенно неправильно. Ведь что такое белок? Белок – это цепь аминокислот, которых 20. Но для того, чтобы белок разложился на отдельные аминокислоты, которые дальше будут доставляться во все наши органы для правильной функции и правильной работы всего организма, нужно, чтобы белок расщепился. Белок расщепляется только посредством воды и клетчатки. Поэтому все диетологи рекомендуют употреблять в пищу белок совместно с салатом, то есть совместно с клетчаткой. Без клетчатки разложение белка на аминокислоты не происходит. Но что происходит, когда человек садится на белковую диету, только на белковую диету, ничего нет в рационе, вот в этой диете? Белок не распадается. Хотя распад белка осуществляется за счет жидкости, большого объема жидкости, он помогает расщеплять белок. Но просто одной воды недостаточно для того, чтобы такие органы, как почки, не пострадали, потому что неразложенный белок, он садит, просто садит, с неимоверной жестокостью садит наши почки, потому что он не распадается, он засоряет почки и это в виде шлаков расходится по всему нашему организму. Даже если человек, сидя на белковой диете, и сбрасывает вес, а он сбрасывает вес, то это только за того, что идет мощное потребление внутренних ресурсов воды белком, чтобы он каким-то образом все-таки распадался. После того, как человек выходит из этой белковой диеты и начинает правильно питаться, опять насыщает свои внутриклеточное и межклеточное пространство водой, за счет воды, за счет клетчатки, за счет других продуктов питания, вес опять приходит в то же самое состояние. Поэтому, когда, еще раз хочу повторить, когда вы хотите принять решение и вы думаете, что ну да, ну необходимо, потому что и лишний вес, и суставы начинают страдать, и никак не получается вот за счет каждодневного уменьшения порции или непотребления каких-либо продуктов, которые прибавляют вес, никак не удается все-таки похудеть. Ну, я считаю, что иногда можно и нужно сесть на какую-то диету, которая, но которая не будет, но которая не будет разрушать функцию ваших внутренних органов, что самое главное в тот период, когда человек находится на диете. Моя диета, которую я нашла совершенно случайно, когда я родила второго ребенка, мне было 26 лет, и после родов я набрала 15 килограмм, и мне очень не нравилось, как я выгляжу, я даже и в зеркало не хотела смотреться. В то время не было никаких ютуб-каналов, на телевидении не было очень много информации, как сбросить правильно вес. Мы, значит, молодые мамочки обменивались своим опытом, что-то рассказывали, где мы что увидели, где мы что использовали, а также много читали журналов, всевозможной информации, напечатанной в прессе и в книгах. И вот в то время совершенно случайно я набрела на такую небольшую, тоненькую книжечку русского академика Углова, который был нейрохирургом, и он прилагал в этой книге, он приводил несколько, по-моему, 3 или 4 диеты, которые являются щадящими диетами, не наносящими урон за то время, когда человек на этой диете. Я для себя просто вот не знаю, я прошла вот, прочитала все диеты, и для себя я выбрала одну, которая называлась «Восточная диета». Я не знаю, почему она называлась восточной, почему академик Углов назвал ее восточной. Может, он позаимствовал ее из восточных трактатов или учений, но я так думаю, что он туда добавил свои знания. А человек этот был, если вы найдете какую-то информацию, а вы, конечно, найдете информацию о его жизни, о его деятельности, о его взгляде на здоровый образ жизни, она, конечно, бесценна. Я выбрала эту диету ментально, я выбрала ее умом, пониманием того, что хорошо и что плохо. И на сегодняшний день я хочу сказать, что это одна из наиболее, так будем говорить, здоровых диет. Почему здоровых? Потому что она не наносит особого ущерба в течение того времени, когда вы находитесь на этой диете, а она рассчитана на 10 дней. И теряете вы ровно 4 кг, ни больше, ни меньше за эти 10 дней. То есть каждый день 400 г вашего веса уходят. Но где-то на 6 или на 7 день наступает так называемый эффект плейро, когда вес не снижается, но это ничего страшного, ни о чем не говорит. Это просто эффект плейро, когда организм просто должен адаптироваться к этому стрессу, которому вы его подвергаете. И потом в последующие оставшиеся дни вы, опять же, убавляете вес до тех пор, когда на 10 дней, на 10 день вы уже видите на весах убавилось ровно 4 кг вашего веса. Дополнительно к тому, чего нужно придерживаться, пока вы находитесь в этой стрессовой ситуации, я хочу сказать, что нужно заниматься какими-то физическими нагрузками. Потому что наш мозг, к сожалению, так устроен, что когда он получает информацию о том, что вот грядут плохие времена и грядет голод, он панически начинает искать, откуда, что можно отдать в первую очередь. И отдает оттуда, где ваши органы не задействуют. Например, если вы не занимаетесь физической нагрузкой, то ваш организм будет худеть за счет отдачи и снижения мышечной массы, не жировой. Поэтому, когда вы занимаетесь физическими, даже легкими физическими упражнениями, утром какая-то зарядка 15 минут, этого достаточно, потому что импульс в мозг пошел. Вот, и вы как бы доказали. Вот мы используем мышечную массу, возьми что-нибудь другое. И тогда ваш организм, ваш мозг будет давать сигнал, чтобы ваш лишний вес уходил за счет снижения жира. Почему я приняла для себя эту диету, которая называется «Восточная диета» по Академику Глобу? Да потому что он описывал ее как диету, которая не наносит особого ущерба нашему организму в течение 10 дней. Почему? Да потому что там сохраняется наименьший набор тех продуктов, которые помогают нашему организму функционировать в течение этих 10 дней правильно. И не страдают наши внутренние органы, не страдают наше сердце, печень, почки, не страдает наш мозг. Более того, из моего опыта я хочу сказать, когда я нахожусь на этой диете, я хочу поделиться своими просто впечатлениями. У меня какой-то возникает просто прилив бешеной энергии, особенно вот в первые дни, когда диета только начинается. Я чувствую, что мне хочется сделать что-то еще. Мне хочется идти не только утром пробежаться или сделать какие-то упражнения дома, мне хочется и вечером тоже пробежаться и сделать опять же какие-то физические упражнения. После этой диеты состояние вашей кожи улучшается, подвижность ваших суставов улучшается, улучшается настроение. Вы смотрите более позитивно на какие-то ситуации, с которыми вы сталкиваетесь и которые, например, раньше заставляли вас остановиться, задуматься и расстроиться, то теперь вы как-то это более легко отпускаете и пропускаете. И это так, потому что ваше тело освободилось от шлаков, от всего, но не от всего, но от многого того ненужного, что вы накопили, пока вы употребляли какие-то продукты, которые вредили вашему здоровью, которые давали вам лишний вес. И теперь их у вас стало меньше, будем так говорить, и ваш организм вас благодарит. Эту диету можно держать только один раз в три месяца. Об этом предупреждал и предостерегал академик Углов. Он говорил, что если вы хотите повторить эту диету, то ни в коем случае не раньше, чем через три месяца, потому что ваш организм должен опять насытиться и добрать топ-процентное содержание необходимых элементов, макроэлементов, витаминов, белков и так далее, клетчатки, чтобы опять подвергнуть свое тело стрессу. Пока на этой диете вы должны употреблять не менее двух литров воды, хотя и даже не на диетах. Все сейчас, все диетологи, медики рекомендуют два литра воды в день, но вот с моего опыта я употребляю почти три литра воды, потому что все время хочется пить, потому что жажда за счет того, что в организме вот эти вот шлаки, которые начинают интенсивно выделяться через мочу, через слюну, через потовые железы. Кстати, вы будете ощущать запах, когда вот сидя на этой диете, потому что ваша моча будет приобретать такой запах ацетона, будет появляться запах изо рта. Это все опять же говорит о том, что идет мощное освобождение организма от шлаков, и поэтому нужно употреблять как можно больше воды, чтобы они быстрее выходили из вашего организма и не наносили вред и урон печени и почкам. Продолжение следует...